здравствуйте мои дорогие зрительницы и сегодня это видео обращено к женщинам к моим подписчицам сегодня я хотел бы рассказать вам о той силе которая находится внутри вас как в женщинах именно женская сила в первую очередь эта сила материнства и эта сила материнской любви мы живем в таком обществе где женщина занимает низшую ступень по отношению к мужчинам женщину всегда учат подчиняться женщину всегда учат что она по статусу ниже мужчины потому что считается что мужчины все создают в мире но мужчины забывают что женщина является движущей силы для того чтобы мужчина творил или создавал те или иные вещи и сегодня я не говорю про женщин низко вибрационных я говорю о женщинах и обращаюсь к женщина которых можно назвать матерями с большой буквы обратите внимание ведь только наши славные женщины могут быть такими о которых слагают легенды о которых пишут стихи и и ради которых поют песни только про наших славных женщин говорится что она коня на скаку остановит в горящую избу войдет это мать с большой буквы которая может остановить коня и знаете как останавливали славные женщины коня когда всадник несся шашкой чтобы рубить и уничтожать то или иное население женщины защищая своих детей выходили вперед на дорогу чтобы своими телами останавливать коней это великая сила женской материнской любви ни один мужчина не сравнится с такой женщины не каждый мужчина может коня остановить на скаку но мать с большой буквы она может именно такой является наша вселенская мать которая есть любовь и именно ее божественное материнское начало я возвеличиваю и делаю акцент на матери любви только по одной причине потому что в этом мире ее материнское начало было почти уничтожено нас практически лишили материнских качеств нас практически лишили знаний о материнской любви но она именно та которую ты можешь ощущать своей душой и сердцем потому что только мать способна пожертвовать своей собственность жизнью ради спасения своего ребенка мы знаем что во времена так называемого мрачного среди вековья во первых были уничтожаемой женщины потому что женщины являются богинями которые зачинают рождают и воспитывают и воспитывают богов полноценный человек в энергетическом смысле этого понимания это тот мужчина и та женщина которая обладает материнской божественной энергией и мужской божественной энергией возвращаясь к тому что сегодня женщину поставили на низкую ступень по отношению к мужчине тем самым внутри вас женщин подавили божественное материнское качество материнское начало я имею ввиду не просто забеременеть родить ребенка и кормить его я имею ввиду высокие высшие божественные вибрации именно эти высшие божественные вибрации которые вы как женщины принимаете свыше от самой матери любви эти божественные энергии способны творить чудеса если только вы женщины поймете кем вы являетесь по своей божественной природе вы будете творить чудеса ко мне часто обращаются матери у которых дети тяжело больны и эти дети могут быть маленькие они могут быть уже взрослые и женщины часто в которых с детства закладывали программу что она ни на что не способна что все должен делать только муж я это говорю основываясь на своем прошлом пастырском опыте когда учили так что муж глава жене жена как написано да боится мужа то есть она должна его бояться она должна его называть господином я знаю сотни ситуаций когда муж куда-то уезжал жена оставалась дома с детьми и дети вдруг заболели и женщина в беспомощности даже помолиться не могла о детях своих потому что муж должен молиться я знаю такие христианские собрания где женщинам даже не разрешали разговаривать только вдумайтесь разговаривать в присутствии мужчин где женщинам нельзя было находиться там где сидят и общаются мужчины таким образом женщина воспитывается и на ней ставится вот это вот то есть запечатывается вся ее сила и впоследствии в таких женщинах не может действовать изначальная природная божественная сила женщина считает себя низкой она считает себя не способны ни на что почему потому что эти коды были заложены еще с детства но сейчас я хотел бы сделать акцент именно на твоей душе дорогая женщина ведь именно душа твоя которая и в нас мужчинах заложена она является женского рода и несет себе наивысшее материнское начало на основании материнство на основании материнской силы ты имеешь право на своих собственных детей если они у тебя больные если у них какие-то проблемы ты можешь требовать у любой демонической сущности свою дочь своего сына потому что какого бы ни были они возраста ваши дети связаны с вами вы их носили под сердцем вы чувствовали как бьется их сердце внутри вас вы рождали и вынашивали их вам клали их после родов на вашу грудь и именно на вашей груди успокаивался ваш ребенок и вот это вот связь которую вы имеете со своими детьми вы ее пронесете всю свою жизнь поэтому многие из вас до сих пор чувствуют и ощущают если что-то с вашими детьми происходит даже если ваши дети находятся от вас за несколько тысяч километров эту связь как материнскую пуповину вы продолжаете нести по жизни до самой старости до последнего вздоха и вы не представляете на что способна сила заявление прав когда мать заявляет права перед всей вселенной если ее ребенок попал в лапы хищников демонических сущностей этих демонических энергий только мать может силе своего материнского начала божественного начала вырвать своего ребенка и спасти любого демона любого так называемого льва всякий лев по сравнению с такой женщиной будет выглядеть трусливым шакалом потому что только ты женщина с наивысшим божественным качеством способна превратить любого льва в трусливого шакала потому что шакал он всегда останется шакалом потому что ты мать и этим все сказано ни один мужчина не способен делать тонн то на что способны вы ни один мужчина не способен иметь такую сильную родовую связь со своими детьми именно вы матери являетесь священными покровительницами своих чад потому что вы являетесь по природе своего предназначения чада родицами потому что вы рождаете чада на этой земле по природе по образу вашей великой матери которая есть вселенская любовь как благодаря ей произошел весь мир так благодаря вам женщина рождаются великие герои если вы видите какого-то героя мужчину вы должны знать и отдать дань уважения его матери потому что именно мать вкладывает в сынов своих самые настоящие героические качества женщина является движущей силой на этой земле женщина является движущей силы для любого мужчины именно для них женщины создают особый очаг особую атмосферу для мужчины которая будет двигать его жизнью чтобы этот мужчина мог иметь эту энергию энергию жизни энергию движущую для того чтобы все эти качества проявлялись в нем сегодня я хочу чтобы каждая из вас взяла всю свою женскую волю в кулак на протяжении целой недели ко мне обращались матери чьи дети пострадали от колдовства проклятий я хочу чтобы вы взяли всю свою волю в кулак из глубины своей души сняли это рабство эти оковы со своего сердца и заявили бы права и поняли бы что вы мать с большой буквы мать полная божественной материнской энергии и заявили права на своих чат которых вы рождали именно вот эта материнская связь способна способна принести победу в жизнь ваших детей именно ваше слово ваше благословение приносит в жизнь ваших детей успех и процветание основываясь на этой силе и раскрывая этот материнский потенциал и материнскую силу вы можете сворачивать горы взяв всю свою материнскую энергию всю свою волю в кулак вы можете нанести энергетический удар всем демоническим сущностям вы поймите что вы богиня в своем домашнем очаге вы являетесь хранительницей своего дома когда мужа нет рядом когда он уехал чтобы заработать и прокормить семью ты должна знать ты богиня в своем доме ты хозяйка и ты покровительница своих детей ты покровительница своего дома если твой ребенок плохо спит его мучают кошмары или какая-то тварь попыталась навести порчу на твоих детей ты запомни покровительница хранительница ты защитница ты заступница ты богиня в своем доме твоя материнская энергия может защищать твоих собственных детей я выделяю женское великое начало для того чтобы поднять вас женщинах этот дух показать вам на ваше место в этом вашем рождении в этом вашем воплощении чтобы вы в своем доме действительно через осознание своего материнского предназначения стали бы покровительницами это та которая покрывает покрывает посмотрите на покровительство в природе природа учит нас женщины должны научиться у природы она кстати тоже мать наша потому что находится при нашем вселенском божественном роде посмотрите как птица в природе является покровительницей своих птенцов она высиживает их она покрывает их своими крылами она своим телом готова пожертвовать она своим телом покрывает своих птенцов поэтому только вы матери способны покрыть своих детей своей материнской энергией это самая сильная защита которая может быть в вашем роду это покровительство матери только покровительство матери способна сломить любого врага на ментальном плане сломить любую низкочастотную энергию мать когда ты выйдешь перед своим домом глядя на свой дом глядя на своих детей ты можешь заявить о себе перед всей вселенной перед всеми богинями и богами и перед всеми низкочастотными энергиями для этого я советую снять обувь свою и стать босиком на землю которая тоже есть мать нам не только природа но и земля ты становишься подымая руки перед великой вселенной и ты говоришь я богиня мать для своего очага я богиня мать своим детям потому что под покровом моей плоти я вынашивала их потому что под покровом моего сердца и моей души я чувствовала каждый их вздох я чувствовала биение сердца своих детей я богиня мать в своем доме и никто и ничто не коснется и ни один волос не упадет с головы моих детей потому что на это нет моей воли я богиня мать ты можешь заявить о себе и я покрываю своей энергией весь свой дом ты даже покрываешь своей энергией своего мужа твой муж находится под покровом твоей энергии твоей защиты потому что он отец твоих детей да я как мужчина могу сказать мы мужчины нуждаемся в женской защите когда наши ты вы в защите да мужчины редко отступают но даже если они отступают у них кто-то должен быть в тылу за спиной настоящего героя всегда стоит великая женщина она покрывает его спину потому что нам мужчинам враг часто наносит удар со спины и твои женское предназначение защищать спину своего мужа как богиня покрыть спину мужа как богиня покрыть своих детей свой дом их здоровье ты женщина воин ты великая женщина это твое материнское родовое предназначение сейчас энергия начинает собираться в твоей душе твоем сердце я знаю что сейчас слушая мой голос ты слышишь вибрации моего сердца и я знаю что ты возьмешь всю свою волю в кулак и ты начнешь после этого послания изменять буквально все в своем доме в своей семье все вокруг себя где бы ты ни находилась весь мрак и тьма будут отступать от тебя почему потому что ты богиня мать мать